Добрый вечер, это Громадская на русском, программа для тех, кто вообще не понимает, что происходит в Украине, когда смотрит основное Громадская. В студии Екатерина Сергатского и Алексей Тарасов. Пожалуйста, следите за нами в Твиттере и задавайте нам свои вопросы. Первый гость у нас в студии Андрей Ларионов, президент Института экономического анализа, бывший советник Владимира Путина с 2001 по 2005 годы. Андрей, здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте, Алексей, с 2000-го. С 2000-го, простите. Мы, разумеется, хотим с вами поговорить о том, что будет в Украине, каким ее видят Украину из России. Да, ну вот я хочу сказать, что мне подсказывают, что ровно год назад Вы, Андрей Николаевич, нам говорили, что всё, в Украине буквально сейчас наступит дефолт, Россия потребует отдать 3 миллиарда и всё, наступит конец света для страны. Нет, Вы знаете, каждый может найти запись нашей передачи от 29 ноября 2014 года и проверить, что было сказано по поводу того, что вот Вы сейчас сказали, там такого нет, там есть другое. Там есть конкретный прогноз. Что я прогнозирую? Я прогнозировал девальвацию гривны. Сравните курс гривны в конце ноября 2014 года и что потом произошло в январе-феврале 2015 и какой курс гривны сейчас. Тогда было порядка 10 гривен за доллар, сейчас 23-24. Но это произошло только с Украиной, да. Только назвала это другими словами. Не имеет ни значения. Иными словами Андрей хочет сказать, что он был во всём правом. То есть войска как бы есть, но их как бы нет, да, так же дефолт? Нет, дефолт как был предсказан, так он и произошёл. Только есть особенности в данном случае, его можно было избежать, а украинское правительство взяло инициативу в свои руки и намеренно его произвело, хотя могло его не производить, это другое дело. Ну и мы можем сравнить по поводу того, что происходило. Вот у нас год тому назад была одна ситуация в экономике, а за этот год украинский ВВП упал на 11%. Я не знаю, может быть это конечно не катастрофа для Украины. Украина большая, сильная, мощная держава, поэтому 11% минус это какая-то ерунда. Я думаю, скорее Андрей всё-таки иронизирует. А реальные зарплаты в Украине упали на 23%, наверное тоже это ерунда какая-то, на которую обращать внимание не нужно. Но у нас работа такая, экономистов, они поскольку можно воспринять как врачей, они обнаруживают параметры у пациентов, значит температура, давление, сердцебиение. И говорят, вы знаете, вот минус сюда, плюс сюда, инфляция вместо там 20%, стало 46%. Но в отличие от врачей, вы всё-таки не говорите, ну вы точнее, врач не говорит, что пациент вы умрёте вот там через несколько дней, да? Нет, мы сообщаем о том, что украинские власти делают всё возможное для того, чтобы украинской экономике было хуже. Вот смотрите, когда мы с вами год, почти год тому назад беседовали, мы говорили о том, что если так дело пойдёт, то есть очень серьёзная опасность, что отношение государственного долга к украинскому ОВП по итогам 2014 года может превысить 60%, 60% ОВП. Потому что накануне, в 2013 году это было меньше. Сейчас мы знаем эти цифры. По итогам 2014 года отношение долга к ОВП составило 71%, огромная величина. А по итогам 2015 будет 94% ОВП. То есть за этот прошедший год государственный долг Украины увеличился ещё на 23% пункта ОВП. Вот посмотрите, что сообщает нам Международный валютный фонд. Он говорит о том, что бюджетный дефицит Украины за этот год практически не изменился, он остался фактически неизменным. Около 4% ОВП, это чистый бюджетный. А бюджет нафтогаза немножко уменьшился, но всё равно остаётся очень большим, свыше 3%. Иными словами, официально это 7% ВВП, бюджетный дефицит Украины. И он продолжает сохраняться. Однако, если мы посмотрим, например, на документы того же Международного валютного фонда, они говорят, что в этом году, в 2015-м, по всем линиям международного финансирования Украине было предоставлено почти 15 миллиардов долларов, 14,8 миллиарда долларов. Что это означает? Это означает финансирование общего дефицита бюджетной, квази-бюджетной и прочей системы Украины. Что будет дальше? При таких размерах финансирования, это означает, что это величина бюджетного дефицита. Украинский ОВП сегодня меньше 100 миллиардов долларов. Вообще это означает, что, по сути дела, бюджетный дефицит Украины сегодня составляет порядка 15% ВВП, даже не те 7%, которые официально объявлены. Но вообще это в состоянии, знаете, вот как врачи говорят, вы знаете, больной, у вас температура 39, то есть не 39, у вас температура 41. 41, ну выживет или не выживет, это как бы вы решаете. Что с этим делать? Что с этим делать? Вот смотрите, что было сделать. Когда мы встречались еще год тому назад, и полтора года тому назад, когда приезжал еще в марте 2014 года, Украина была в тяжелом положении, экономика была в тяжелом положении, но она еще так, прямо скажем, ковыляла с трудом, опираясь там на костыли, на что-то такое. Движения были такие не всегда координированные, но все-таки двигалась. Сейчас экономика не движется. Пациент лежит на операционном столе, к нему подведена трубка искусственного дыхания, искусственного питания. Эта трубка называется финансирование Международного валютного фонда и международных финансовых организаций. Украина сейчас живет на впрыскивании финансов из-за рубежа. Этого год тому назад не было. И поэтому, какой бы тяжелой ни была ситуация экономическая в прошлом году, пациент все-таки существовал сам самостоятельно. Но мы все-таки понимаем, что это все происходит. Нет, вы еще подождите, вы этого не понимаете. Нет, нет. Вы, пожалуйста, не перебивайте меня, я договорю, а потом выскажете. Вы меня пригласили сюда, правильно? У вас будет возможность, я уйду, выскажите все, скажите. Поэтому сейчас украинская экономика находится на искусственном питании, ключик к которому находится за пределами Украины. Она находится в городе Вашингтоне. Сейчас в Вашингтоне и в Соединенных Штатах относятся с большой симпатией к Украине, помогают и собираются помогать. Но является это нормальной ситуацией для Украины, когда кто-то за рубежом принимает решение о том, давать вам питание, давать вам воздух, давать вам кислород или нет. Это вопрос не для меня, это вопрос для вас. Вопрос для украинского общества. Но мы все понимаем, что это происходит в условиях того, российской агрессии. То есть не было бы ничего этого, если бы Россия не вводила свои войска и свои солдаты. Слушайте, бюджетное действие отустроили вы сами, причем российские войска. Нет другой вопрос. Смотрите, на военные расходы... Вы дайте задать вопрос. Можно я задам вопрос? Подождите, смотрите, на военные расходы Украина. То есть вам не нужен вопрос, вы все равно готовы ответить. На военные расходы Украина тратит 2,5% ВВП, а бюджетный дефицит составляет либо 10, либо 15% ВВП. При том, что делается на Востоке, при всех разрушениях, которые осуществляются в результате российской агрессии, основные проблемы приходятся здесь внутри. Вы знаете, ВВП в Украине в этом году падает на 11%. Если убрать зону АТО, если убрать Крым, Севастополь и так далее, сокращение ВВП на территорию Украины, не затронутой военными действиями, 7%. Кто там разрушает украинскую экономику? Российская агрессия – ничего подобного. То есть, хорошо. Как нам поможет то, что Вы говорили про Вашингтон и про то, что там нам определяют, будут ли нам давать финансовую помощь или нет. Сейчас был принят военный бюджет на 2016 год, да, Обама его подписал. И согласно этому военному бюджету предполагается выделение оружия Украине на 300 миллионов долларов. Насколько это поможет нам подавить российскую агрессию? Как Вы говорите, перестать тратить те 2% нашего бюджета, нашего ВВП на то, чтобы подавить очаги возгорания на Донбассе. Подождите, как это вообще? Ну, это как бы связано, но это не принципиальные вещи. Потому что главная проблема на Донбассе и вообще с восточной границей – это не подписание или не подписание Обамы бюджета Соединённых Штатов Америки, а наличие восьминских соглашений, согласно которым украинские власти согласились на то, что ограничение собственного суверенитета, на то, чтобы суверенитет Украины над территорией Украины не был бы восстановлен ни на Восточном Донбассе, ни в Крыму. Крым вообще не упоминается в Минских соглашениях. И согласно этим Минским соглашениям, украинские власти взяли на себя обязательство изменить Конституцию в соответствии с требованиями агрессора и, точнее, даже его, так сказать, кукольных представителей, которые будут теперь участвовать у вас в Конституционных комиссиях и устанавливать правила... Но пока что они не участвуют. Мы тоже все этого боимся. Это требования Минских соглашений. Если послушать украинские власти, они говорят, наше главное требование – выполнение Минских соглашений. Это записано в Минских соглашениях. Господин Путин регулярно, каждую неделю рассказывает требования Минских соглашений, которые должна выполнить Украина. Точно в соответствии с теми пунктами, которые там записаны. Что после этого говорит господин Олан, который только что посетил Москву. Он говорит, мы договорились с Путином, мы обсуждали Украину, кстати, без Украины. Мы согласились, что Минские соглашения должны выполняться. Что говорит госпожа Меркель, Минские соглашения должны выполняться? Что говорит господин Обама, подписавший этот самый закон о бюджете? Выполняйте Минские соглашения. Там всё чётко написано. Так всё хорошо, отлично. Это Вам нравится? Конечно. Ну, в смысле, мы говорим о том, что таким образом... урегулировать обстановку изменить конституцию украина по требованию террористов и агрессоров ну это покажется единственный путь дипломатический которым который мы можем ну а с другой стороны с другой стороны мы можем вооружать это мы здесь не дискутируем да мы пытаемся понять что происходит и спрашиваем вашего мнения как врача и экономисты которые выполняют алексей поддерживает да не алексей не поддерживает я уверена просто задает вопросы вот есть еще один момент да вот мы когда готовились к фирмы обсуждали окружение путина и то откуда он черпает информацию собственно о том что происходит в украине о том какие тенденции вот и в виктор медведчук есть такой человек в украине это кум путина может быть вы могли бы нам рассказать если вы что-то знаете действительно да об этих взаимоотношениях почему почему именно его слушает путин и что такого медведчук ему рассказывает что путин выстраивает на такую политику да вот мы немножко переходим от от экономики к политике но мне кажется такое интересное было просто больше извините маленькую ремарку была большая книга исследования михаила за игоря называется вся королевская рать именно там он написал о том что единственный человек из украины которого слушает путин это медведчук именно поэтому мы задаем этот вопрос знаете первое соображение не читайте советские газеты не верьте тому что написано там около кривлевскими журналистами это не то независимый журналист но это такое ну я еще раз повторяю то что я сказал около кривлевскими журналистами значит фантазии журналистов которые якобы допущены или собирают слухи не надо воспринимать слишком близко к сердцу это первое второе вы все время задаете какие-то второстепенные тридцатистепенные вопросы мне кажется ничего более важного значит взаимоотношения путина кого путин слушать чудо мелкие вопросы у вас ситуация экономического кризиса в стране за два последних года украинская экономика сократилась на 20 процентов на 7 процентов в прошлом году на 11 процентов в этом году сейчас ввп на душу населения у вас в украине составляет 71 процент у 1989 года от советского уровня нет ни одной страны не в центральной восточной европе не на постсоветском пространстве который бы находилась в таком положении не не вчера и не сегодня я того что путин слушает медведчука или кого-то другого это прежде всего результат того что происходило и происходит здесь в украине понимая это результата да это результат плохих экономистов плохих совет вlime это разобраться что происходит в украине что да на дело а украине для того что преодолеть господин analogy ч almost итак проблема но это и я самая главная проблема самая главная проблема заключается в том что украинское общество украинские власти украинское лито не делает а acom что нужно делать. Так вы же не говорите, что нужно делать. Почему я пытаюсь делать, то вы не даете мне сделать. Вас это не интересует. Вы говорите длинными монологами о том, что 20% ОВП... Спасибо большое за комментарий приглашенного в гости. Именно для этого мы приходим, чтобы услышать ваше мнение о том, что вы думаете о приглашенном в гости. Вы сказали, украинское общество, украинская элита и украинская власть, это все-таки три немножко разных таких категории, да? А что может сделать обществу в такой ситуации? Обнаружится консенсус, потому что то, что нужно делать, не делается. Смотрите, у вас, я еще раз говорю, еще год тому назад этого не было. У вас не было вот этого самого искусственного шланга питания, в результате которого вы стали зависимы. Вы даже не можете делать самостоятельные шаги. Надо от этого отказываться. У вас бюджетный дефицит чудовищный, его надо ликвидировать. У вас совершенно непомерные размеры государства. Ваше украинское государство раздавливает украинскую экономику и украинское общество. За последние полтора года, с марта прошлого года, фактически не сделано ни одного шага для того, чтобы уменьшить эту нагрузку. Налоговая нагрузка на украинскую экономику осталась неизменной за эти годы. Это кто сделал? Это Медведчук сделал? Это Путин сделал? Что нужно сделать? Что нужно сделать? Вы же не говорите. Сократить, снизить налоги, сократить расходы. Отказаться от американской помощи. Что еще нужно сделать? Сократить зависимость от внешних источников финансирования, в результате которого ваш внешний долг за последний год увеличился на 20 с лишним процентов пункта ВВП и сейчас приблизился к 100%. Это благодаря западной помощи он увеличился? И в том числе потому, что вы получили в этом году почти 15 миллиардов долларов. Вы понимаете, про то, что проведена реструктуризация, об этом много сказано, о том, что было снизено, о том, что получена новая помощь, насколько ваш внешний долг увеличился в результате получения новой помощи и реструктуризация этой, потому что она не бесплатная. Вы за это платите. Вы за это платите. И капитализации того долга, который вы сейчас отложили, платежи. Тот факт, что у вас государственный долг составляет почти 100% ВВП, означает, что даже по льготным ставкам вы в предстоящие годы, если не десятилетия, будете платить не менее 5, а может быть и более процентов ВВП ежегодно, только для того, чтобы обслуживать этот долг. Как вам кажется, если бы без российской агрессии была бы такая же ситуация, была бы хуже ситуация? Подождите, но слушайте, еще раз говорю. Российская агрессия есть российская агрессия. Для того, чтобы бороться с российской агрессией, не надо подписывать минские соглашения. А если подписали, сделали лишь эту ошибку, надо исправлять, выходить из них. Понимаете? В декабре, кстати, эти минские соглашения уже заканчивают свои действия. Подождите, хорошо. Вы хотите сказать, что... После этого, может быть, наступит новый этап, какой-то пересмотр этих соглашений. Будут, видимо, изменения Конституции, будет, наверное, закон об обнести террористов, видимо, будет закон о специальном выборах на Донбассе и так далее. Общество может надавить, наверное, на власти, чтобы те не принимали таких законов. Наверное, так? Да, кто это предлагает? Какие политические силы в украинском обществе выступают за отмену, за выход из минских соглашений? Вы же понимаете, что... Нет, подождите, вот скажите, какие политические силы в украинском обществе сегодня... Это, в принципе, не проговаривается, да? Какая политическая партия, какой политический деятель, лидер, кто выступает за выход из минских соглашений? Назовите мне имя. Сейчас вам скажу, есть популистские заявления. Нет, нет, имя. Ну, кто угодно, от партии «Свобода» до партии «Лешко», да? Ну, нет имени. Значит, нет имени. Ну, понятно. Вы же понимаете, да, как принимались минские договорённости, когда у нас есть война, когда у нас есть какие-то взаимные жертвы с двух сторон, да, есть Европа, которая хочет это всё погасить, она, разумеется, принимает... Вы работаете на Европу или на украинское общество? Нет, нет. Мы просто говорим о контексте. Мы же не можем вне контекста взять. Вы для кого? У вас кто избиратель? У вас госпожа Меркель избиратель, господин Алант или у вас 40 миллионов украинцев? Вот это вопрос, который постоянно возникает во всех дискуссиях. Вы с кем работаете? Вы на Обаму работаете? На Меркель? На Олланда? На Медведчука? На кого? Или с украинцами работаете? Вы перед кем будете отвечать за неисполнение Конституции Украины? Вы перед кем будете отвечать за невыполнение вообще базовых норм международного права? Украина подписала Устав Организации Объединённых Наций, Хельсинский акт является участником, соглашение о формировании СНГ, Будапештский меморандум, двусторонние договоры между Россией и Украиной о том, что государственная граница между Россией и Украиной является неприкосновенной. Почему украинские власти легко выбросили весь массив международного права и вместо этого подписали какую-то писульку под названием «Минские соглашения», которая даже не является элементом международного права? И теперь говорят, нет, давайте будем выполнять эту писульку. Есть простая история, есть простой Крым, никто не соблюдает никаких договоренностей, вы просто захватили. Сколько раз украинские власти упоминали Крым в своих переговорах с западными партнёрами? Вы же понимаете, что акцент с Крыма перенесли после того, как началось то, что началось в этом власти. Кто перенёс? Где это перенёс? Где хоть однажды поднимали вопрос о принадлежности Крыма? Опять мы в какой-то дискуссии, да? Да, в какой-то дискуссии начинается... А вы не хотите дискуссии, вам не нравится. Нет, нет, вы просто пытаетесь громче кричать. Мы хотим из вас... Да нет, у нас нет. От вас добиться, может быть, каких-то реальных советов. Понятно, что всё плохо. Нет, а вы не слышали. Не слышали о том, что надо снижать налоги, что надо снижать расходы, снижать регулирование, что отказаться от зависимости от внешнего питания, снизить государственный долг. Но это общество не может этого сделать. Правда? Это общее, да? Вы знаете, такие популистские штуки, как не было. А как можно? То есть вы услышали, за общество приняли решение. Нет, общество этого делать не будет. То есть общество нравится. Нет, просто как? У нас же нет механизмов таких. Нет, подождите. Общество нравится, нет, огромные налоги, неэффективное государство, коррупция. Общество это нравится. Говорит, нет, мы же не сможем это сделать. Ну, не сможете, так не сможете. Так а зачем вам тогда советы? Вы же знаете, что общество не сможет. Спасибо большое. У нас в гостях был Андрей Ларионов, бывший советник Владимира Путина. Сейчас мы включим по скайпу Павла Коныгина, специального репортера «Новой газеты». Он находится сейчас в Крыму и расскажет о том, как на Крымчат повлияло включение СССР. Ну, подожди, он не находится в Крыму, он находится сейчас в Киеве. Мы с ним поговорили. Он приехал с границы с Крымом и нам расскажет о том, что он там увидел и как расценивает блокаду, которая там есть. Продолжение следует... Продолжение следует...